Дорогие друзья! Субтитры делал DimaTorzok Дорогие друзья! Не собираюсь я ни перед кем извиняться! И вообще мне работать надо, вы только отвлекаете! Работать? А каково было нам работать? Да я из-за фингала Вообще неделю из дома выйти не могла! Поэтому ты сегодня Извинишься! Запомни! Ни перед кем! Я извиняться не собираюсь! А между прочим, ваше время вышло! Вахнеев я так и знала Что ты не только слабак Но и трус! Раз ты даже такой малости сделать не можешь Знаешь что? Я бы тебя просто наваляла Ты мне наваляла? Да это я бы тебе навалял Каменцева за твой длинный язык! Как бы не так! Я легко с тобой разделаюсь Ты только выйди против меня на этот ринг! Ну хорошо! Давай так! Если ты вместе с Лилит Сможешь побить меня Так уж и быть! Я выйду на ринг и извинюсь перед всем! Но! Если я побью вас! То вы целый месяц Будете выполнять абсолютно все! Что я буду вам приказывать Беспрекословно! Мы договорились? Договорились! Замет! Дорогие друзья! Михаил Вахнеев соглашается на этот Межгендерный матч! И кроме того он настолько уверен в себе Что он предлагает Вике Каменцевой Чтобы там взяла себя в напарницу Лилит И он будет драться один С разными девушками! Но это чуть позже, дорогие друзья! А пока что последний матч Одной четвертой командного турнира Независимой федерации рестлинга Мы сейчас с вами увидим Команда Славы Нескубина И Антона Терябина Против команды Ивана Маркова Локомотива Ирони Кримсона Ну что ж, это второй матч одной четвертой финала И если выиграет Локомотив Ирони Кримсон То именно они будут встречаться с Exotic Style Amigos А если выиграет Антон Терябин и Слава Нескубин То, соответственно, последние И, как водится, последнее время Вместе с Локомотивом Ирони Кримсоном У ринга их сопровождает Их подруга Бонни Да, вот именно их подруга Бонни Потому что непонятно То она с Локомотивом То она с Ирони Кримсоном Как вы видели В команду Локомотива и Ирони Кримсона Некие разногласия И что чуть даже не привело К прямому столкновению Кстати, уважаемые коллеги А вы заметили, что Бонни стоит не в углу Где стоит Локомотив А чуть ли не за спиной у Антона Терябина Ну нет, она просто стоит У ринга Собственно, на территории зрительного зала Что значит в углу? В углу должен стоять Локомотив Потому что это его место в этом матче Смотрите, Локомотив, тем не менее Покидает это место Когда Ронни Кримсон Хочет отдать ему так Или право боя Не знаю, почему он это делает Но это приводит к тому Что Ронни Кримсон Остается один на один Бронив Слава Дискубина Ну а Слава Дискубин Сходу выписывает Ронни Кримсону Дропкин в грудь Ну, сходу, не сходу Вообще, достаточно красиво Они начали матч Такая динамичная серия перехватов Пока что продолжается Вот мы видим Оба пытаются проводить друг другу шейлом И каждый по очереди блокирует И не лишним тут будет напомнить Что это не первая встреча На ринге Ронни Кримсона И Слава Дискубина И даже не вторая И не третья, по-моему, даже Борцы знают Друг друга знают На что они способны И, судя по всему Отлично подготовились к этому матчу А вот и Антон Дерявин Наш народный чемпион Вступает, наконец, в матч И первой его жертвой становится Иван Марков Локомотив Да, но Иван Марков На это не рассчитывал Вы видели, что он сам Взял право боя От Ронни Кримсона Когда счел Что тот уже Достаточно повредил Славу Дискубина После того шейлома Который все-таки Со второго раза он провел Но вместо Славы Дискубина Пожалуйста, Антон Дерявин Вот это я, уважаемый коллега Называю неправильное планирование Забыл он, что Слава Дискубин Может передать так О таких мелочах Забывать нельзя Потому что В таких боях Когда на кому поставлен выход В полуфинал командного турнира НФР Любая оплошность Полуфинал Смотрите Иван Марков Блокомотив Блокирует Антона Дерявина И проводит ему бульдог Ну что ж Все-таки Опыт Ивана Маркова В этот раз не подвел его И теперь уже Антон Дерявин является Получателем Атак Со стороны Локомотива А теперь уже и Ронни Кримсона Красивейший друг кик Ступня мамонта От локомотива После этого приемчика Не каждый придет в себя Ну что ж Ронни Кримсон Теперь будет один на один Какое-то время Бороться против Антона Дерявина И смотрите Ронни Кримсон Зная о преимуществе Антона В весе и в силе Благородно Благородно Просто Можно сказать Позволяет ему Прийти в себя Ведь когда он вышел на ринг Антон Дерявин еще лежал И Ронни Кримсон Ничего не сделал По этому поводу Вы посмотрите Даже если вспомнить То Несостоявшееся удержание Ронни Кримсона Да Антон Дерявин Хоть и говорил я это Хоть и говорил я это Однократно Но скажу еще раз Это настоящий Самородок Из Ярославля Потому что Всем этим своим Техническим Закрутом И локомотив. Они очень быстро сменяются, не давая Антону прикинь в себя, потому что они прекрасно понимают, что если Антон Дерябин придет в себя, то у локомотива еще хоть как-то есть шансы с ним справиться, а вот уроник Римсона просто никаких. Обратный суплекс проводит локомотиву, вырвавшись таки из этого двойного, из этой двойной атаки Антон Дерябин, и он хочет смениться на Славу Нескубина, который уже отдохнул и просто кирвется в бой. Да, ему удается это сделать. Слава сразу же забирается на стойку Ринга, и ничего себе, вот таким вот двойным дропкиком сначала сбрасывает он и родник Римсона, и локомотива, и еще один дропкик, локомотив отлетает после него. Да, такое ощущение, что на ринг просто ворвался ураган в лице Славы Нескубина, и вот это кроссбадди с угла, и смотрите-ка, ДДТ сразу круто. Да, я, конечно, много что видел из арсенала Славы Нескубина, чтоб такое никогда. Сколько ж энергии у этого урагана. Ну, это же отдача четвертая командного турнира. Смотрите, Ронни Кримсон только что спасает своего напарника локомотива от 3D. Тернув его вовремя за ногу, Слава сработал в холостую, и Слава тут же получает коронную криминацию от Ронни Кримсона. Антон Дерябин проводит Ронни Кримсону свою коронную карусель удачи. И локомотив тоже без особого приглашения проводит локобомбу от Ронни Кримсона. И гарпун! Гарпун от Славы Нескубина! Коллега, по-моему, все борцы по кругу просто друг к другу провели свои финишеры. Слава Нескубин оказывается за рингом. Ронни Кримсон ему в этом помогает. И в таком... Своя! Своя! Я не верю своим глазам! Антон Дерябин проводит локомотиву свою! И наброс Ронни Кримсона на локомотива, и неужели он удержит сразу обоих? Нет, это было бы слишком просто. Это было бы слишком просто для такого матча и для таких соперников. А пока что локомотив улетает стараниями Антона Дерябина с ринга. Слава Нескубин все еще за рингом. Туда ему помог отправиться Ронни Кримсон. Но сейчас Ронни Кримсон полностью в руках Антона Дерябина. И если он приплюснет его... Генка говорит, если бы докобы, то на носу бросли грибы. А пока что вовремя Ронни Кримсон выполз. Он не выполз. Его пони, по-моему, за ногу стащила. Тем самым спасла, можно сказать, его, но это почему-то очень сильно не нравится Ивану Маркову локомотиву. Да он просто ревнует. Он оттубасил только что своего напавника. Да это может быть концом всех стараний в командном турнире НФР. А Ронни Кримсон тем временем продолжает работать на ринге. И теперь это уже он против двоих. Против Антона Дерябина и Славы Нискубина. И смотрите, он зашел так далеко, что даже чуть было не удержал Антона Дерябина, тем самым не выиграв и сделав работу за локомотива. Так, а что же это будет? Это 3D! Это коронный 3D от Славы Нискубина и Антона Дерябина. И по-моему это все. И да, встречайте ваши победители Антон Дерябин и Слава Нискубин. Да, с тех пор, как они взяли на вооружение этот командный прием так называемый 3D, удача им не изменяет. С помощью этого приема они вышли в одну четвертую и с помощью этого приема они выходят в одну вторую. Посмотрите, Антон и Слава благодарят Ронни Кримсона за этот матч. Несмотря на то, что они соперники, непримиримые соперники, все-таки спортивное уважение у них присутствуют, они настоящие спортсмены, они настоящие мужики. Дорогие друзья, мы возвращаемся. Это чемпионат «Опасная зона». И сейчас мы увидим поистине беспрецедентный матч. Михаил Вагнеев сразу бросите в двух, можно сказать, оппонент, которые на последней опасной зоне очень сильно от него пострадали. И если вы думаете, что «Синяки» и «Лилит» это преувеличение, то это далеко не так. Вот, пожалуйста, убедитесь в этом сами. Когда Громов и Лешин стали к нам приставать, мы сопротивлялись изо всех сил. И несмотря на то, что они со мной сделали, они надолго запомнят, как приставать к честным девушкам. Вот так вот. Действительно, в этой неравной борьбе после того, как «Лилит» и «Лика Каменцева» самым наглым, беспортонным образом были фактически похищены, похищены. Можно сказать, с ринга Иваном Громовым и Олегом Лешным, этим участником, так называемым, ВВВ, этим приспешником, Михаила Вагнеева, все-таки они смогли отбиться. А вот теперь, уважаемый коллега, давайте разбираться. Во-первых, не похищены. Во-вторых, этот чемпионат «Опасная зона», где все это случилось, проходил в канун Дня защитника Отечества 23 февраля. И генеральный менеджер Михаил Вагнеев решил сделать такой оригинальный подарок Ивану Громову и Олегу Лешину в лице «Лилит» и «Лике Каменцевой». А что? Я думаю, таких подарков понедавно не получали. Большей глупости, дорогие друзья, я за всю свою жизнь не слышал. Пожалуйста, игнорируйте вот это высказывание, которое было до вот только что вы его не слышали. Твоя слава. И знаешь что? Я не занимаюсь о том, что вы слышали. И я уже загадал первое желание, которое вы будете выполнять. Но это будет немножко позже. А сразу после этого нача вы пойдете в свою гримерку и будете вашей косметикой замазывать все раны, сзадины и синяки, которые я поставлю сегодня на ваших распрекрасных мордочках. Дорогой коллега, а сейчас вы скажете, что это будет подарок девушкам на 8 марта, да? Да, совершенно верно. И очередной повод воспользоваться косметикой, потому что, я думаю, тот финган, который получил Лилит, будет цветочками по сравнению с тем, что с ней сделает Михаил Вахне. Ой, смотрите, это вероломно. Пока Лилит и Вика Каменцева пытались распределить, как им начать и кто будет первым драться с Вахнеем в этом матче, он сразу атаковал обоих вот так вот из-под тяжка сзади. А не надо долго думать. Вахнеем сам за них определил, кто как будет атаковать. Вот такой вот клоуз-лайм и Вика Каменцева два этого еще лежала на ринге, а сейчас он врубает Лилит и принялся Михаил Вахнеев за Вику Каменцеву. Он просто садист. И вообще, Вахнеев нехороший и неправильный человек, потому что свою силу он демонстрирует только на более слабых созданиях. Вспомните хотя бы Федора Зиновского. Ну, не такое уж и слабое, все-таки. О, вот это да! Вот это зря сейчас Лилит сделала! Ой, ну да, пока что, конечно, Михаил Вахнеев пользуясь своей грубой силой, вообще не дает никакой форы нашим очаровательным девушкам. Посмотрите, Вика Каменцева вот уже, видать, разозлилась окончательно. Удушающий прием она проводит Михаилу Вахнееву. Он аж дышать не может! Надо отдать должное девушкам. Они не теряют присутствие духа. Что бы ни делал с ними Вахнеев, они все-таки держатся. И они доказывают, оказывают ему пока что достойное сопротивление. Пока его не видно, пока что... Ну что это за безобразие? Ну разве можно так? Девушку пускай... Ох, а вот это было жестоко со стороны Лилит. Ох, если у Вахнеев придет себя, что он с ней затворит за это? Нет, у Вахнеева просто нет. Я всегда знал об этом, но это еще раз доказывает. У него нет никаких просто абсолютно моральных принципов. Правильно, здесь не нужны принципы. Когда тебя вызывают на бой, то все равно, сколько соперников, какого они пола, это рестлинг. Здесь для всех правила одни. Неважно, парень, ты девушка. Вызвался, ведь назвался груздем, полезай в кузов. Вызвался, получай. Ему достаточно просто было бы извиниться. И этим самым он бы показал свое действительно мужское начало и свое правильное, справедливое отношение ко всей ситуации. Но нет, вместо этого он еще раз решил демонстрировать свою силу. На ком? На очаровательных девушках. Ничего себе! Я, конечно, не спорю, что они очаровательные, но еще раз говорю, да они сами напротивились. А как бы в глазах фон это выглядел Михаил Вахнеев, если бы он испугался выходить против них двое второе. Ой, смотрите, Вахнеев разошелся. Одной рукой дышит, душит Вику Каменцева, а второй ногой бьет, лилит прямо в живот. Какой кошмар. Вахнеева надо остановить. Да, нормально, говорит, Лобович. Конечно, нормально. Ну, какое ж нормально. Сам такой же подлец. Не удалось справиться с Викой Каменцевой если лилит, так пусть теперь генеральный менеджер попробует. Ну, уж он-то попробует. А что, у него выбор, что ли, есть? Нет у него никакого выбора. Взять, да поставить этих выскочек на место. Вот у него выбор. Единственный. Вика Каменцева так сильно уже пострадала в этом матче от Вахнеева, что не может встать. И рядом же с ней он кладет этим слэмом. Лилит разбегается. Но откатываются от этого лэг-дропы. И Лилит и Вика Каменцевы держатся Вахнеев за поясницу. Видать, неудачно он приземлился. А пока что девчонки приходят в себя. А сейчас Вахнееву нужно срочно самому приходить в себя. Иначе его ждут большие неприятности. Отлично. Вот этим шлагбаумом в прыжке Лилит сваливает Вахнеева с ног. Вика Каменцева добавляет ему падающий локоть. Я вижу какая-то надежда на переном ситуации. Давайте, девчонки. Флэша от Лилит. Все справка на ицоваться. Сбрасывает в окне сейчас Лилит. И вот теперь они вдвоем пытаются провести Вахнееву что? А, двойной суплекс, наверное. Первая попытка неудачная. Конечно, такую тушу тяжело поднять. Ох, вот ты! Но это куда судья смотрит? Но это же запрещено и со второго раза, или даже с третьего раза они проводят ему двойной суплекс. Опять! Опять этот чертов ВВВ вмешивается не в свое дело! Ведь они фактически удержали Вахнеева. Судья уже три раза практически отстучал по рингу. И если бы Нелешин, который стянул Виву Каменцеву, которая одерживала уже победу, то все, матч уже мог бы закончиться. Ну, конечно, этот Вахнеев приложит все самые незаконные способы, чтобы только не оказаться в проигрыше. Итак, первое удушающий в коронный прием от Вахнеева получает свободно красавица. И что, сейчас на месте Лилита окажется Вика Каменцева? Коллега, о чем тут можно говорить? Это фактически трое против двух. И кроме того, трое здоровых мужиков против двух хрупких девушек. Большего безобразия на всем российском ТВ я в жизни не видел. Уважаемые коллеги, что вы так напрягаетесь? Я же вам еще раз говорю, девчонки сами напротивились, сами получили. Поскольку, как я уже говорил до этого, это бой с тремя участниками, дисквалификации здесь нет. Если кому-то что-то показалось, что судья может быть сделан неправильно, он может спокойно выйти и спокойно судье сказать все свои претензии. Так, давай, Вахнеев, заканчивай этот матч. О чем вы еще думаете? Я не могу поверить, что к нему еще могут прийти в голову еще какие-то более подлые и извращенные мысли. Что такое? Куда Иван Громов сталкивает Лилит? Иван Громов я вот только об этом подумал, но кто-то же должен остановить это безобразие и наконец-то на ринге появляются Антон Дерябин и Слава Нискубин. А между прочим, Слава и Антон возможны будущие соперники Ивана Громова и Олега Лешина в бою за командный PSNFR и сейчас у Вани и Олега есть прекрасная возможность указать Славе и Антону где их настоящее место. Как неуважительная борца. У меня у меня к вам один вопрос защитничный хреновый где же наш хреновый рент? Вахнееву не хватает Рейва но он не заставляет себя толком ждать и два раза упрашивать он тоже не может просто так из-за кулис смотреть спокойно на эту ситуацию Рейв тоже выходит и теперь это уже трое против троих силы можно сказать равны и не только равны а силы хороших продолжают усиливаться так а мне непонятно только одно мало того что этот дебютант Леха Щукин умудрился проиграть двум борцам которые по габаритам в два раза меньше он еще и вылез но главное событие смотрите локомотив подло атакует сзади Леху Щукина и это как сигнал всем остальным это свора набрасывается на Антона Дерябина Рейва Славу Нескубина и Щукина да сейчас я даже не заметил а Леху Щукину выбросил локомотив с ринга сразу вместе с Ваней Громовым когда успели Вахнеев Лешин и Громов подговорить локомотивы чтобы он оказал им поддержку не может быть F5 и посмотрите Железный Волк и Саня Панков тут же выскакивают на ринг уже шестеро против четверых правильно добра его всегда больше и это только так и должно происходить уважаемые коллега увидели Иван Громов поднял на F5 Антона Дерябина 120 килограмм на F5 я думал он сложится под Антоном просто поднял опустил и ничего не оставалось больше Вахнееву и его безбежникам Громову и Лешину ничего не оставалось как убраться с ринга в Освоясе потому что они уже ничего не могли поделать к вовремя пришедшим на помощь и и Волку и Санни Панкову и всем остальным я уверен ВВВ не оставит этот выпад без ответа ну что ж посмотрим дорогие друзья на сегодня это все до новых встреч знаешь что я бы тебя просто наваляла ты мне наваляла да это я бы тебе навалял память целый длинный язык как бы не так я легко с тобой разъел ты только выйдет против меня на экстрим если ты Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok